МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все миловав, это программа для всех влюбленных в велоспорт. И с вами Евгений Гутарович. Как вы заметили, за моей спиной нетипичный пейзаж. Все правильно, мы на лодке, а не на велосипеде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в Санкт-Петербурге. И именно здесь мы начинаем второй сезон программы Велолад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И впереди вас ждет цикл программы с Питера, где будут представлены топовые спортсмены из России и Беларуси. Ребята, будет жарко! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поскольку в программе есть слово любовь, я хочу вам рассказать о своей главной любви, о велоспорте и о своей любимой семье. А начнем мы с того, как я влюбился в велоспорт. В 11 лет пошел я с ребятами гулять в парк, тропа здоровья такая есть на сердече. И видел, там катаются спортсмены на велосипедах. Я как-то крикнул, дай прокатиться. Видно, он меня не понял. Там тренер сзади идет, у него спрашивают. Я дождался тренера, он мне сказал, приходи завтра, и мы тебя посмотрим. И с того дня я не пропустил ни одного дня тренировки. Дальше, будучи младшим юниором, я отобрался на Чтенат мира, где я занял почетное 13-е или 14-е место, дай его в памяти, уже не вспомню. И после этого французская команда заинтересовалась мной. Предложили мне условия неплохие любительского велоспорта во Франции. Но по достижению 18 лет, на тот момент мне было 16. Я через два года стал еще прогрессивнее, поэтому я переехал к ним. А после этого уже мной заинтересовались французские команды высшей лиги. Но дальше завертелось, залетелось, полетело. Ой, ребят! Я в Франции прожил 14 лет. И поменял пять команд, поменял шесть городов. Я люблю Францию, я люблю Белоруссию, живу спорт, я люблю. И я люблю быть здесь, франшум. Я не уверен, состоялся бы я как успешный спортсмен, если бы не мой надежный тыл, моя любимая супруга Олечка. Десятый класс попали с разных школ. Там познакомились, это был 99-й год. Я увидел, был очарован. И, в общем-то, с тех пор мы ни на один день как с велоспортом, в общем-то, не расстались. Он просто такой был бластный, такой вот классный, такой вот просто он... Я даже не знаю, он так себя вел просто как настоящий мужчина. Я просто почувствовала, что я вот просто как за каменной стеной. И уезжал я на соревнования, на гонки во Францию по шесть, по семь, по восемь месяцев в году. И вот, как говорят, да, огонь. Огонь – это любовь, да, а ветер – это расстояние. И чем больше ветра, да, тем огонь разгорается. Так вот, чем больше расстояние, тем крепче любовь. Мне кажется, есть любовь настоящая. Мы очень долго жили друг без друга, писали письма. Если кто-то помнит еще, наверное, это же в наше время забылось. На самом деле, мы писали письма раз в неделю друг к другу. Расстояние, наша разлука была непростой. Мы всячески друг друга поддерживали письмами, звонками. Все это было очень дорого. Я помню, как мама меня все время ругала, что приходили вот такие счета просто. Уже еще зарплата там была не сильно, ну, такая большая. Но для меня… 75 евро в месяц. Но для меня это было просто. Я все равно звонила и часами просто разговаривала. Все деньги уходили просто на телефонные звонки. Первый раз, на самом деле, попала Ольга не на гонку, а приехала ко мне на сбор. С сюрпризом. С сюрпризом. С проверочкой. У меня Владимир Петрович Тихонов. И перестану уставать его, называть его имя, потому что все-таки великий спортсмен, великий тренер, выдающийся спортсмен в свое время. Он достаточно харизматичный, если сказать это мягко сказать, но он очень такой властный. Если девочка появляет себя мальчиком, для него это был все, это конец спорту, то есть конец спортсмену. И поэтому он очень к этому относился ревностно, и поэтому он нас впервые увидел. Нам было там 18-18 лет, но 10 класс, 11 класс, сами понимаете, это возраст такой. И тренер как раз проезжает мимо нас, и мы вдвоем идем за ручку, я с велосипедом. Провожая тоже. Провожая Ольгу на остановку, на автобус. И он так мимо проезжает, немного в шоке. Это была катастрофа, катастрофа была. Это был, да, это был. Для нас. Для меня в то время был велоспорт номер один, безусловно. Супруга к этому как-то относилась очень, даже не ревностно, а как-то с таким пониманием, пониманием теплым, что как бы для меня не существовало какого-то дискомфорта. Я видела, как он этим горит, как он на тренировке собирается, как он стирает вещи после каждой тренировки, как мы зашивали эти носки, порвала, но еще велоформы не было. Да, велоформы не было, так сказать. Было тяжело с велоформой, мы сидели там, штопали перед соревнованиями. Романтично. Романтично, еще машинки стиральной не было даже. Продолжение он мне сделал очень-очень загадочно, все так было. Репетиция перед днем города. Что-то песня какая-то поет, да, что-то такое, концерт там репетировали. И он такой поворачивается и все, и говорит, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ну все, так уже серьезно, я так понимаю, что это уже, ну так, у меня такое просто, я вам не могу передать, просто у меня такое все сжалось. И я понимаю, что это уже новая стадия отношений, что я все, ну то есть для меня это было просто. На самом деле до этого мы встречались пять лет, то есть пять лет это были на самом деле не самые простые годы. Я еще не знал, попаду ли я в велоспорт, в профессиональный велоспорт, или я не попаду. То есть эти пять лет встречи у нас были настолько, настолько вот фундаментальные, я скажу, что это был наш фундамент, на котором построен сегодня наш дом, наших отношений. Я провел замечательную карьеру, как нескромно это будет сказано, добился многих успехов. Но самая главная моя награда – это мои детки. А сейчас знакомься с детками. Значит, самый младшенький у нас Александр, пять лет, боец, уже катается на велосипеде. Дальше у нас Виолетта, спортсменочка, велосипедом занимается, сколько уже? Двадцать полном год. Двадцать полном год занимается моего тренера Тихонова. И старшая моя дочь, Емелиночка, 14 лет. Помните, красавица и просто замечательная девочка. Мамина помощница, которая помогала мне. Пеленок всех выращивать. Я же вам говорил, что мы в Питере. И это не случайность, потому что здесь живет мой любимый братик Игорь. Всем привет, добро пожаловать в Питер. Я тоже очень рад, что вы вот в этом городе, именно в этом месте сейчас. Такой закат. Закат, красивый очень закат. Двадцать четыре на семь. Беспрерывное воспитание. И воспитание... И получился человек, да? ...бойцовского духа. Ну и погодки. Мы погодки. Нет, на один и шесть. Ну, в один и пять. Я просто был с тобой одного роста, а ты завидовал. Дрались. Было. Когда Женя начал заниматься спортом, мы не виделись годами. Хриплым голосом заканчивались темой участия в качестве зрителя. И так же, как голос, хриплый голос в конце гонки Курдякова Сергея, практически такой же он был у нас у всех. Когда я выиграл чемпионат первый, свой чемпионат в Беларуси в 2008 году, я финишировал. Он настолько был в кураже, радуясь моим победе. Он стоял там 50 метров за линией финиша, но мы неслись порядка там 60-65 км в час. Я чуть не избил своего брата после линии финиша. Это уникальный был бы случай. Женя, отойди! Женя! Подожди, ты меня чуть не избил. Я чуть тебя не избил. Это я тебе чуть не избил. Сейчас это было в районе дворца спорта. Женя отставал, ну, как мне кажется, метров 20 или 30. И уже это было второе место. Ты знал, что я спритер. Ты знал, что я все на последних метрах умеришаю. Если честно, я думал, что... Короче, ты не верил. Все, ребят, заканчиваем программу. Деньги были потрячены зря на билет из Москвы. А это была моя первая победа на чемпионате Беларуси. Для велоспорта, на самом деле, профессионального велоспорта, победа на национальном чемпионате, это, ну, приравнивается к победе на Tour de France для профитов. Потому что стать чемпионом страны для них, это настолько важно, что спортсмен, будучи чемпионом своей страны, целый год ездит в майке со своим флагом. То есть целый год до следующего чемпионата страны. Пока либо поцелитель, либо проиграть. То есть это настолько уникальное явление, что каждый спортсмен хочет быть чемпионом своей страны. Я достал первый раз, для меня это было тоже как, ну, неожиданно, ну, как бы, не то, что неожиданно, был авокальный момент. И вот, и вот, я вижу, что просто приближается белое пятно. Можно назвать команду? Да, «Францесс Дежо». Это была команда «Францесс Дежо». И больше рядом с ним никого нет. Я с такой радостью выскакиваю на проспект, подеваю вот так вот руку, и я просто в этот момент увидел, как Женя на лесу, как он успевает вот так увернуться. В самый последний момент это просто был метр. Вот, честное слово, это в мире секунда, когда я подумал, что я сейчас собью своего брата, который занял первое место. Это иисфория. Я испугался. Это иисфория. Велоспорт заставляет чувствовать и достаёт. Да-да-да-да, эти эмоции эйфории, эти эмоции радости, эти эмоции счастья. Велоспорт влюбляет в себя. Я это говорил уже неоднократно. Ну что ж, я искренне рад был сегодня с вами поделиться своей любовью. Я объявляю второй сезон программы «Веллав» открыто. Любите велоспорт. Ура! Здесь, на велотреке, наша сборная сражается на Гран-3 Санкт-Петербурга. Что ж, давно не спишь? Ого, сколько народу. Утро-утро, Анталия. Ох ты, сырочек какой у тебя. Аня, удачи! Молодец! 9 утра на ногах. И вот всё-таки в конце, упав, ты ещё смогла победить. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну что, Жень, можно тебя поздравить? Всем мило вам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...